Татьяна Климова И здесь же родилась Настя, Анастасия Дус Он же после того, как он уже несколько лет здесь работал, он вернулся, он же два года, по-моему, с Таней жил в Швейцарии Он мне сказал, я не выдержу, я уже не выдержу вот эти узкие, вот эта узкая линия западная Я хочу вернуться в Россию Я всегда говорю, это не разная страна, не разный мир, это в самом деле, это разные планеты Это все по-другому между Швейцарем и Россией, ну все Все равно не русский за почву затянется, все разное, все разное И все равно больше, вот, больше сюда-то, мы им много говорили, ты точно раньше русский был Да, ты точно, ты точно русский был Юрк решил остаться здесь Ну, наверное, чтобы реализовать свое великое желание, вот, помочь людям, не знаю, что-то изменить, наверное В русском человеке, может быть, в жизни русского человека, может, что русский человек что-то понял Мне кажется, что Юрк ничего не сможет изменить, ну, по крайней мере, немного, немного Изменила в лучшую сторону, что говорится Я теперь не одна Я была абсолютно одна То есть, не только вот, что не было никого, вот, людей рядом, а душой была одна У меня не было людей, которые бы меня поняли Пожалели И вот появился Юрк Дус, и они меня и понимают, и пожалеют, и помогут Я знаю, что я проснусь, и я буду знать, что эти люди у меня есть И они меня не бросят в беде Таких людей надо побольше в России Людям жить легче Есть люди, они говорят, действительно, ну, что вы делаете, ничего не меняет А я, вот, наоборот Кто сказал то, что ничего не меняет Спросите вот это люди Которые от этого получают Конечно, это как На немецком есть такое, это как капля на горячий камень Это как капля воды в пусты Это, что она дает А все равно она дает, понимаете Ой, здравствуйте Давайте помогаем Это берите пакет весь сразу Так Хорошо, спасибо вам большое Можно вас просить? Вы вот от этого фонда, мы же от фонда Радуга Тарусская это все забираем Вы это услышали уже? Нет, не слышу Не слышу? Вы ведь в Тарусе живете А, ну Спасибо вам большое Спасибо огромное Вы помогаете людям Спасибо большое Отлично Это вам? Спасибо вам огромное Это очень хорошо Это детские, взрослые И то, и то. Спасибо вам огромное. Вы читали наши объявления? Около двери? Да. И от фонда Радуга Тарусская. Вы слышали? Нет. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Это благотворительный фонд? Это благотворительный фонд Радуга Тарусская. Вы уже слышали? Есть такой иностранец здесь в Таруссе? Молодцы. И мы собираем вот эту одежду для детских домов. Здесь у Саферсикова есть детский дом. И дом постарелек привезли. И вот здесь мы, вот этот фонд, работаем только на район Тарусской. Доброе дело делайте. Ну, Бог вам в помощи. Спасибо. И он от нашего фонда получает зарплату мизерную. Он говорит, что здесь, в России, это не так дорого. Я обойдусь как-нибудь. Он меня удивляет на самом деле. Он необыкновенный молодой человек. Йорг занимается патронажем школ, сельских школ. То есть школы получают дополнительное питание от фонда Радуга Тарусская. И в этом, конечно, я безумно благодарна Йоргу. Потому что рубль 50 и плюс рубль губернаторский, которые выделяются на питание школьников, на сегодняшний момент очень мало. А дети на селе живут сложно. Подчас родители, не имеющие работы, не имеют возможности накормить. И многие дети из малообеспеченных семей идут в школу, как бы там ни странно и ни больно было это слышать, не только учиться, но и поесть. И Йорг им в этом помогает. Далнейшей разницы нет. Школа, не школа. Колодные зараные голодные. И они даже на Калуково ходят в школу и питаются там. К сожалению, много ходят из дома без завтра, без ничего. И так для них действительно школа. Это не только школа там, как ресторан для них. В прошлом году Нью-Йорк пришел ко мне с предложением реанимировать детский сад Вознесения. А к нему с этой просьбой обратилась глава администрации Вознесения. И закипела работа. Честно говоря, в успех столь быстрый я не верила. Очень сложно было. Мы выезжали с ними, рассмотрели, но думали, за полгода восстановить то, что там есть. Нет, наверное, невозможно. Но это осуществилось. Мы строили для селевого заседания детский сад. И вот что это вообще дает, я вам скажу, это у меня сейчас, только сейчас начнут. Я понимаю, что вообще это значит для этой деревни. Понимаете, они жили 8 лет без детского сада. Целепоколение вырастет без этого воспитания в детском саде. Сейчас дети ходят в сад, они покормят, с ними занимаются. Короче, это в социальной сфере, это сколько дает. Сложно вот объяснить особенное, сложно объяснить на Западном. Потому что на Западном примерно детский сад не такое значение, как Россия. И благодарность для всего вознесения, конечно, это безмерно.